друзья всем привет привет youtube привет каждый наш подписчик в сегодняшнем видео я вам расскажу о таком красивом хвойном растении которая находится за моей спиной как тис ягодный это вид деревьев рода тис семейство тисовые растет тис не очень быстро годовой прирост до 20 сантиметров экземпляр может взрослый экземпляр может достигать высоты от 10 до 20 метров в отдельных случаев даже свыше 30 метров в шире тис растет быстрее чем высоту если допустим высота тиса 15 метров ширина его может быть более 20 метров растение напоминаю хвойное размножается черенками и семенами но наилучший способ размножения это черенками черенки можно использовать как двухлетний прирост так и однолетний тис растет медленно но при этом отличается большой продолжительностью жизни по мнению разных авторов продолжительность жизни этого красивого растения насчитывает от полторы тысячи лет до четырех тысяч лет ареал произрастания этого растения это западная южная и северная европа также тис произрастает на территориях бывшего снг таких как карпаты северный кавказ в крыму в горах тис может произрастать на высоте до двух тысяч метров над уровнем моря тис в основном это маленькие деревья реже кустарниковые формы с вечно зелеными игольчатыми листьями от других хвойных растений тис отличается очень густой кроной плоды у тиса не шишки так как у всех хвойных растениях а ягоды ягоды красного цвета они кстати не ядовитые многие рассказывают в интернете что ягоды тиса ядовитые но это не так у тиса ядовитые ядовитое все кроме плодов а именно ягод кора у тиса красного цвета древесина очень плотная очень сильная в древние времена эту древесину использовали для производства лодок каноэ эта древесина практически не гниет кора так как я вам и рассказывал красноватого цвета необычная кора идет как камуфляж вроде похоже чем-то даже на платан тис самое теневыносливое растение из всех войны любит влажный воздух произрастает на почвах которых есть частицы извести также тис применяется в озеленении как в одиночных посадках так тис можно высаживать и для живых изгородей хорошо очень переносит стрижку тис стрижется два раза на сезон тех местах где вы срезали веточку тис дает хороший прирост на следующий год где вы срезали веточку уже пойдет 3-4 побега благодаря хорошей регулярной стрижки он держит свою форму в зимний период тис не боится больших снегопадов ветки у него как можно сказать как пружины отпружинивают снег при такой высоте как данный экземпляр он может отпускаться кончиками веток верхушек к самой земле когда тис зацветает с него летит такого желтого цвета пыльца если большой ветер на улице видно как это пыльца несет высота данного экземпляра тиса ягодного примерно до 5 метров этому экземпляру более 50 лет сейчас я вам покажу ближе как из ягодные выглядит какая у него хвоя посмотрите очень красивая всем советую посадить у себя дома такое красивое дерево ваши внуки и правнуки будут о вас вспоминать будет память о вас посмотрите какой красавец подписываемся друзья на наш канал ставим большие пальцы вверх также заходите на нашу страничку в инстаграм и фейсбук всем пока